Большая книга Одна из главных литературных премий России В июне жюри премии назвала имена финалистов Награда будет вручаться в конце года, как всегда А в шорт-лист вошло 15 финалистов И в числе этих финалистов роман «Отма. Спасение Романовых» Алексея Калмогорова Сегодня Алексей Алексеевич у нас в студии Здравствуйте, Алексей Алексеевич Добрый день Вы знакомы зрителю больше как сценарист, кинорежиссер Но вот вы попали в финал с романом «Отма. Спасение Романовых» Это ваше первое произведение, да? Да, в прозе первое Это мой первый роман В прозе А еще есть у вас Нет 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 Нет, у меня нет других изданных книг Ни в прозе, ни в поэзии Что вас подтолкнуло к написанию романа? Я с детства хотел стать писателем И вот промчались полвека, и моя мечта сбылась Всего лишь Сначала поступили в ГИК Да, да Поработали на телевидении Оператором Да, да Сначала я зачем-то стал кинооператором, кинорежиссером, сценаристом А потом все-таки решил попробовать себя в прозе Но получается вы писали сценарии, то есть у вас опыт написания есть? Да, я всю жизнь пишу сценарий, конечно, он чем-то отличается от романа Есть коренные отличия, но тем не менее, это тоже литература, это тоже работа с текстом и драматургией И я должен сказать, что я вовсе не чувствую себя каким-то новичком, а дебютантом Именно потому, что я всю жизнь пишу Но почему-то, вот что вас подтолкнуло все-таки написать? Подтолкнуло внешние обстоятельства, подтолкнувшие меня к этому Это заказ на сценарий Для Первого канала о событиях двух революций 1917 года Это должен был быть сериал для Первого канала к столетию 1917 года, собственно говоря И, конечно, в этом сериале должны были быть задействованы и Романовы, и император, отречение императора, арест И другие события, относящиеся вот к той эпохе, между двух революций, ну и предшествующие им времена Такой, это должен был быть игровой, художественный сценарий Но по каким-то причинам, независимым от нас режиссером Первый канал отказался от этого проекта Без объяснений Ну да, почему-то там у них это все переменилось, не сложилось Это я не знаю почему И материал, который я уже изучил к этому времени Мне нужно было изучить все материалы, относящиеся к этому времени Он остался как бы во мне Повис, подвис И в конце концов я нашел выход для него Написав роман Но это совершенно по сюжету и по жанру, это совершенно другое произведение Это не то, что должно было быть для Первого канала Это совершенно другое произведение В жанре, в направлении альтернативной истории Главный вопрос, который задается и на который отвечается в романе Это что было бы, если бы Романовых не расстреляли Но получается, если бы Первый канал не отказал вам Мы бы и не увидели романа Так получается Ну, наверное, может быть, да Как хорошо, что они отказались Роман действительно, вот я начала читать Я уже вам говорила Действительно легко читается и интересно А в аннотации вы уже сказали, что альтернативная история Да То есть в какой-то момент вы решили перевернуть эту историю, да? Настоящую историю Почему? Мне не хотелось Мне хотелось написать о Романовых Но мне не хотелось делать прямую историю Как бы писать очередной вариант того, что происходило на самом деле Тем более, что я уже знал И все мы знаем, что были уже фильмы «Царе-убийца», фильмы «Романовая венценосная семья» И в литературе, и в документальной литературе очень много раз все это описано и отработано И делать еще один вариант прямого изложения этой истории, какой-то свой вариант, мне не хотелось И я не брался за это до тех пор, пока мне не пришла вот эта идея Сделать альтернативную историю, в которой Романовы спасаются от расстрела в Ипатийском доме А как она вот пришла, эта идея вообще? Ну как-то вот пришла, что можно сделать на этом материале А может быть, заглянуть в такую возможность Что было бы, если бы, как они вели бы себя Что бы с ними происходило, если бы это случилось Как бы они действовали в реалиях того времени гражданской войны Но все-таки вы, наверное, на исторические факты опирались, да? И какие-то использовали исторические, архивные документы Обязательно я использовал, а, конечно, я опирался на исторические факты Конечно, мне не нужны были эти факты И реалии того времени, характеристики тех исторических фигур, которые действуют в романе Все они, как мне кажется, достаточно достоверны Во всяком случае, я к этому стремился Поэтому Здесь Не достоверно только предположение А что было бы, если бы И все эти перипетии Выдуманные с Романовыми Которых на самом деле не было и не могло быть Я старался, чтобы они были вплетены органично в ткань историческую того времени В реалии гражданской войны Чтобы те фигуры реальные, исторические Которые тоже действуют в романе Чтобы они были похожи сами на себя И чтобы их поступки и характеры соответствовали как-то историческим портретам А вот сам заголовок «Отма» аббревиатура, что она означает? «Отма» — это документальное, немною выдуманное, общее имя четырех царевен, которые они сами себе придумали Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия Они подписывались этим Ими самими Придуманным именем Под какими-то поздравлениями, письмами Друзьям, знакомым, родственникам Как такой коллективный Псевдоним, что ли Их сестринского коллектива Ну, получается, они Здесь на первом плане Выступают в книге, да, в романе? Да, несмотря на то, что в романе Несколько таких крупных линий и акцентов Но я считаю, и мой замысел был, чтобы эта книга была именно о них О сестрах Романовых, о царевнах Романовых И они, да, на переднем плане Но главное лицо здесь Мичман, Леонид Аненков, да? Он влюблен в одну из царевин Это вымышленный герой? Это вымышленный герой, и он влюблен не в одну из царевин Он влюблен в четырех царевин В этом я вижу, да Одно из, как говорится, фишек этой истории Хотя, к моему сожалению, мало кто обращает на это внимание Хотя мне казалось, что это довольно наглый сюжетный ход и допущение Мичман Аненков, да, это центральный персонаж, главный герой книги Который является членом этой команды офицеров, которые освободили Романовых При этом он тесно связан с семьей Романовых Он не является там никаким родственником Он тесно связан с семьей Романовых Потому что с детства он был юнгой на императорской яхте «Штандарт» Близко видел семью, даже играл с царевнами В какие-то детские игры с маленькими царевнами Близко видел семью и считал себя как бы приближенным к этой семье Что и определило в дальнейшем его отношения Когда он вырос и когда началась вот эта вся революционная страда Это определило его стремление освободить семью И совершить ради них какие-то подвиги и невероятные какие-то свершения И при этом он был влюблен во всех четырех царевен Ну, отношения, их отношения были платоническими Но, тем не менее, это было сильное такое чувство Определившее сюжет книги во многом Ну, я так понимаю, вам тоже симпатизировали вот эти вот царевны Когда вы о них узнали больше, да? Конечно, 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 они симпатичны И мне кажется, что они в романе изображены с любовью Несмотря на то, что там есть всякие какие-то Может быть, кому-то не понравятся некоторые вольности В их приключениях, в их допущениях того, что могло с ними приключиться Но, тем не менее, я считаю, что это все очень по-доброму и с любовью Вы писали роман четыре года Его трудно было писать? Или просто вы растягивали удовольствие в его написании? Ну, сложно сказать трудно, не трудно Это всегда сложно сказать С одной стороны, что-то такое трудно Сидишь себе, сочиняешь С другой стороны, конечно, многое Вот есть какой-то чистый замысел, какая-то идея И в процессе работы это очень много-много раз передумывается Передумывается, обогащается, расширяется Происходит такой рост Как бы из зерна происходит рост Это достаточно непросто Четыре года не потому, что я четыре года сидел непрерывно над этой рукописью Просто я отвлекался Я действующий сценарист, режиссер Были другие проекты, которыми я занимался И на какое-то время я оставлял Также для того, чтобы преодолеть какой-то очередной барьер в этом сюжете Внутренний какой-то барьер Вот получилось четыре года Алексей Алексеевич, вы находитесь в Ульяновске, бывшем Симбирске, где родился Владимир Ильич Ульянов-Ленин Да, да Как вы считаете, он был причастен к цареубийству? Нет никаких, нет достаточных оснований отрицать это или утверждать это Историки все по-разному оценивают это Я всегда подчеркиваю, что я не историк Я не эксперт по романовым и русским революциям В том числе и по Ленину Поэтому мне сложно утверждать какую-то свою точку зрения Я не знаю И мне кажется, никто этого не знает Все это было очень многоступенчато, очень подозрительно Есть предположение, что участники и руководители этого расстрела Связывались несколько раз перед, непосредственно за несколько недель Или потом уже дней Связывались с Москвой При этом ездили в Москву При том, что Екатеринбург уже был окружен с трех сторон Белогвардейцами и белочехами Да, июль 18-го? Да И при этом он был окружен с трех сторон А четвертую западную сторону И собственно железную дорогу По каким-то непонятным причинам Белые оставляли открытыми И есть даже предположение, что белые тоже ждали казни царя Они давали большевикам возможность Коммуницировать с Москвой И решать эту проблему И в течение, по-моему, месяца Белые стояли, имея подавляющее военное превосходство Для того, чтобы взять Екатеринбург Они этого не делали Потому что они ждали Когда же большевики наконец решат эту проблему Которая и для белых тоже была проблемой Потому что белые это вовсе не были монархистами Это как общепринятая точка зрения такая народная Что вот были красные против царя И были белые за царя Белые были вовсе не за царя Белые были буржуазными революционерами Которые как раз и сместили царя И которые его арестовали Это не красные сделали Это сделали не большевики Поэтому вопрос о том, знал ли Ленин Решить сейчас невозможно, на мой взгляд Нет никаких документов, подтверждающих это И нет никаких документов, опровергающих это По большей части превалирует такая теория Что вся эта казнь Что казнь была затеяна Свердловым И его команды в Екатеринбурге В какой степени был причастен Ленин и остальные К этой такой полусамодеятельности Свердлова Неизвестно А вам интересна личность Ленина? Да, мне интересна личность Ленина Кто-то сказал из наших современников По-моему, Лев Данилкин Который написал книгу о Ленине Что А вот давайте мы Зададим себе такой вопрос Вот он Вот это вот Как бы такой афоризм Давайте спросим себя За две тысячи лет нашей эры Завершение которого произошло на наших глазах Какие две гигантские Неизмеримо Превосходящие все остальные фигуры Какие две фигуры мы можем назвать? И он, этот автор, по-моему, Данилкин Говорит, это Ленин и Христос Вот так вот Они находятся на недостижимой какой-то высоте По воздействию на историю человеческую За две тысячи лет Вот и все Как хотите там Оценивайте Ленина В какую угодно сторону Но по силе воздействия На историю Человеческой цивилизации Вот такие две фигуры Можно выделять Николая Второго называли кровавым Он в истории, в учебниках записан Николай Второй кровавый Вот образ вот этот Соответствовал реальному Николаю Второму? Я считаю, что он был гораздо менее кровавым Он вообще не был, конечно же, никаким кровавым Но как принято возлагать всю ответственность За все, что происходит в стране На правителя Это понятно Но в этом смысле Конечно, ему не повезло И да, народ, общество Возлагали на него ответственность За эти события Благодаря которым Из-за которых его прозвали кровавым Они полностью Общество и народ Полностью возлагали Ответственность за эти события На Николая Второго императора Что я считаю несправедливым Никакого отношения к Ходынской трагедии Он не имел вообще Обвинение в том, что он не отменил Официальные события коронации Из-за этой трагедии Они несостоятельны Коронация это Главное, что происходит в стране При смене, так сказать, императора Это нельзя было, невозможно было отменить Тем более в то время Когда отношение к подобным трагедиям Было совсем другое Это просто другие времена Я думаю, что ни в какой европейской стране Там погибли хоть 50 тысяч человек Никто бы не отменил коронацию В той же Великобритании Никто не отменил бы коронацию монарха При любых каких-то там Несчастьях, сопутствующих ей Поэтому это Такое несостоятельное обвинение То же самое с расстрелом Демонстрации 9 января, по-моему, она с собой была Николай не имеет к ней никакого отношения Командовал комендант По-моему, был комендант Петербурга И что было делать, вот скажите Мы знаем, все прекрасно знаем Что случилось при захвате Зимнего дворца в 17-м году Что случилось? Все разграбили Разбили Изнасиловали какую-то часть прислуги И что должны были делать войска Когда эта толпа шла на Зимний дворец Причем она была вовсе не такая мирная Несколько казаков просто убили Мирная демонстрация Представляете, что такое казаки Которые мчатся на толпу С шашками на голову И при этом в толпе их кто-то убил Кто были эти люди? Это были подготовленные люди Вооруженные люди Поэтому это была не совсем мирная демонстрация Николая не было семьей в это время В Зимнем дворце Я совершенно уверен в том Что никаких конкретных приказов Тем более стрелять он не отдавал Поэтому я считаю, что обвинение его в кровавости История знает множество монархов Гораздо более кровавых Чем наш император А какая была семья Николая II? Вот как раз семья Это очень Такая очень дружная Любящая семья Это просто образец какой-то Русской христианской семьи Православной Любящие друг друга люди Уникальная история любви Николая и Александры Абсолютно уникальная Теплые отношения между всеми Между детьми, родителями При всех каких-то там Мелких семейных подробностях И знаете, вот Неприятие окружения Даже близкого окружения Даже близких родственников Неприятие этой семьи Оно Я бы так осмелился определить Оно даже в какой-то степени Основывалось на зависти На зависти к этой дружной семье И ожесточении против этой семьи Из-за того, что они Ставили свои внутренние Семейные ценности Выше интересов двора Выше интересов Вот Всей этой Дворцовой Придворной жизни И в значительной степени Неприятие Романовых Николая и Александры Основывалась на том На их взаимной любви Неопровержимой Это бывает редко Это бывает редко И это абсолютно Абсолютно Практически уникальный случай В истории монархических Союзов Того времени И вообще всех времен И в те времена Когда каждый Монарх Для каждого монарха Было Совершенно обыденным Официально Быть женатым И официально Практически иметь Свою вторую жену Какую-то При дворе Вот Эта семья Отличалась тем Что У Николая Никогда не было Второй семьи Второй жены Он всегда любил Одну Женщину И ему посчастливилось По любви Монарху По любви Заключить с ней союз Я думаю Что это приводило В бешенство Очень многих людей В его окружении Вы считаете Правильным Что их Канонизировали Конечно Да Я считаю Правильным Что их Канонизировали Но Здесь Есть такая Странность В этой Казни Было убито 11 человек Да Канонизировали Только Членов Царской Семьи А Четырех Слуг Которые Трех Слуг И Доктора Не Канонизировали Нет Доктора Тоже Канонизировали По моему Да Боткина А вот Трех Слуг Нет Это Что Такое Хочется Мне Спросить Это Что Даже В канонизации Есть Как бы Какие-то Сословные Препоны Преграды Разве Эти люди Не так же Погибли Как царская Семья В тот же Самый Момент Почему Почему Так Вот Это Вот Меня Раздражает И Вызывает Вопросы Ведь Их Подвиг Они Добровольно Остались Они Могли Уйти Их Подвиг Как бы Он Не Шли До Конца Не то Что Даже Соразмерен Может быть Он Даже Более Велик Чем Подвиг Царской Семьи Но Тем Не Тем Не Их Не Канонизировали Алексей Алексеевич Вы Планируете Писать Дальше Конечно Из писателей По доброй воле Не уходят Как из кинорежиссеров Уже что-то Наверное Есть Какие-то Да Я уже Заканчиваю Роман Это будет Жаркий Латиноамериканский Роман Действие Происходит На Кубе Здорово Хорошо Ждем Тогда Ваш Роман Спасибо Большое Спасибо вам До свидания До новых встреч Успехов вам Спасибо Всего доброго До свидания Спасибо